Всем привет, друзья! Давайте выясним, где же поставить палатку в Белгородской области и именно в городе Старый Оскол. Давайте посмотрим, какая же здесь сейчас обстановка. Могу сказать, что это примерно середина октября, и надо обратить внимание, что тут, рядом с городом, буквально где-то 300 метров, посмотрите, какая вот, можно сказать, как безлимитная такая вот чистота. То есть, в принципе, отсюда, буквально до большого магазина, до гипермаркета, до города 300, 300, всего лишь 300 метров, три сотни метров. И в то же время здесь, вот в лесу, где я поставил вот эту вот палатку и отлично, классно переночевал несколько ночей, я здесь ночевал три ночи. Сюда никто не приходил, здесь никто, как видите, не мусорит, чистый, абсолютно классный лес. Я не знаю, от чего это зависит, может быть, это зависит от воспитанности местных жителей, может быть, здесь так принято, но тем не менее, посмотрите, реально очень чисто, реально приятный здесь лес. То есть, приходишь и, ну, чувствуешь себя буквально вот отдыхающим на природе, вот классно, очень здорово, всем рекомендую. Итак, давайте выясним, где же все-таки поставить палатку. Как видите, вот моя палатка, вот она уже в таком состоянии, и рядом стоит рюкзак. Я уже здесь переночевал в три ночи, сейчас собираюсь, потому что, ну, нужно тоже свои собственные какие-то дела. Значит, отсюда буквально вот там вот, вот там вот, может быть, слышно, может быть, видно, там есть дорога. Это дорога, которая идет из города Старый Оскол, вот он там находится, в сторону города Новый Оскол, и там по пути еще будет такое местечко, оно называется Чернянка, либо Холковский, Холковский пещерный монастырь. Кроме того, отсюда буквально рядом здесь находится гипермаркет Карусель, 300 метров буквально отсюда. Но, но так как здесь, посмотрите, какая действительно вот чистота, чисто, чисто, чтобы, может быть, это место как-то вот так вот совсем не загрязнялось, и чтобы сюда не приходили, все-таки, наверное, я сделаю таким образом. Не буду палить это место, потому что лично здесь мне понравилось. А посоветую вот, например, обратиться вот по этому адресу, я думаю, вы его видите, квестмашина.рф, и написав туда, там вас встретит человек, который организует эти квесты в Старом Осколе, он, может быть, вам посоветует, где поставить палатку, а может быть, и разместит у себя. У него, кстати, да, очень интересный вот такой вот проект, поэтому всячески, всячески этому рекомендую. Рекомендую. Может быть, еще он с вами куда-нибудь попутешествует, с ними с вами селфи, всякие сторисы и тому подобное. Кстати, очень классный парень, зовут его Андрей, обращайтесь. Ну, и что ж, еще, может быть, из этих подсказок, также здесь, здесь еще рядом есть, ну, рядом такой вот микрорайон Солнечное. Солнечное тоже вон в этих краях примерно. Отсюда примерно 3 километра до Макдональдса. Сейчас я вот собираю палатку, вот уже практически ее собрал и буду двигаться в сторону Макдональдса, потому что там есть Wi-Fi, там есть розетка. Здесь, как понимаете, реально чистый лес, здесь все-таки электричество и Wi-Fi пока еще не продумали. Но в то же время хочу добавить, хочу добавить, что здесь очень хорошо ловит местная связь. Здесь вообще, ну, какая-то вот телефонная связь, то есть у меня здесь был 4G Tele2, который я купил в Перми. Перми очень хорошо, очень классно здесь ловит, прям там видеоролики загружал, монтировал и тому подобное. Ну, и также хочу добавить, то есть если вы обратитесь в этот квест машина.ру, вам понадобится такой вот флайер, где можно будет потом получить еще и бесплатный кофе. Так что всячески рекомендую, приезжайте в город Старый Оскол, здесь отличная погода, природа, как видите. И классные, отзывчивые, в том числе люди из проекта квестмашина.рф. Всем пока-пока, пишите комментарии.